И всем привет, ребят! С вами Сарван Кейси и записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен очередному игровому видеоролику, связанный с одним интересным устройством. Предыдущее устройство, которое я тестировал, было на смоку с Эмми, но есть еще лучшее устройство, которое также связано с эффектом Эмми, и сегодня мы его рассмотрим. Сегодня у нас будет на обзоре пушка Тесла, корпус паладин, комбинация которой в последнее время очень жестко нагибает, и в частности это устройство, которое появилось относительно недавно. Но то, что оно делает в бою и насколько круто оно работает, сегодня я вам покажу и постараюсь выжить максимум. Это один из немногих видеороликов, которые я буду записывать на Кризисе, потому что Дрон Кризис раскрывает полную мощь этого устройства, корпуса и комбинации в целом. Поэтому те ребята, которые не имеют до сих пор этого дрона в своих гаражах, могут в принципе брать ловкач и делать примерно то же самое. Но за счет Кризиса просто в моменте есть возможность нанесения намного большего урона. Нет смысла, как по мне, играть на этой комбинации на бустере, он не выполняет ту главную роль. Кризис, либо ловкач, да, ловкач это для тех ребят, у которых Кризиса нет, если Кризис есть, то целиком и полностью вы можете его одевать и показывать максимум на этом сочетании. Сегодня я, к сожалению, сыграю всего лишь одну катку, не будем сегодня мы играть много боев. По заданкам у меня есть здесь заданки на Джиггернаут, есть заданки на ТДМ, есть на ЦТФ. Попробуем запикаться сейчас в ТДМочку. Ну ладно, окей, если будет досрочка, то мы сыграем два боя, но если досрочки не будет, то мы сыграем сегодня один бой. И попытаемся сделать максимум. Последние два дня я на стримах очень часто начал зависать на этой комбинации. И порой даже сам поражаюсь от того, насколько большое количество урона и большое количество киллов можно выдать на этой комбинации. Поэтому присмотритесь внимательно. Сейчас за счет эми шарика очень часто можно быстро и грамотно переиграть противника. Если, например, сравнивать это устройство с устройствами по типу пробития-подавления, то подавление как минимум не может давать быстрый шар. То есть там шарик не быстрый, но он наносит... Ой, не подавление, а оглушение. Подавление как раз таки быстрый шарик. Но если даже сравнивать подавление, пробитие и эми, я все-таки считаю, что шарик с эми самый актуальный на данный период времени. И на нем можно дать намного-намного больше урона за счет этой комбинации. Но, 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 нужно также понимать, что это все будет работать в том случае, если у противника нету иммунитета от эми, соответственно. Если иммунитеты от эми появляются, если у вас есть другие устройства на эту пушку, то я бы советовал его сразу менять. Если иммунитетов нету ни от эми, ни от пробития, ни от чего еще, то, конечно же, лучше всего, как по мне, использовать, использовать Теслу с эми, которая сразу же сходу сбивает расходку. Так, у меня уже в катке 7 киллов, давайте пробовать делать как можно больше в этой катке. И если здесь, ну, условно, 50-ка у нас будет, то будет очень и очень хорошо. Да, не смотрите особо сильно на то, сколько расходки уходит, да, если вы тот игрок, который бережет свои расходные припасы и думает, нифига себе, сколько он тратит расходки. То, ну, наверное, вам стоит просто брать ловкача и не думать больше о никаких других дронах. Здесь я не считаю расходку абсолютно, да, пытаюсь просто выжать максимум с комбинацией. Я уверен, что даже при этом раскладе, что я пережимаю очень большое количество расходки, все равно в катке ты выходишь в плюс по кристаллам, да. Ну, если даже считать, что, типа, там, ты покупаешь расходку за крии и, соответственно, ты играешь в минусы. Даже если при этом раскладе рассчитывать все свои припасы, ты при любом раскладе все равно играешь в плюс. Потому что ты выполняешь заданки, ты зарабатываешь опыт, зарабатываешь кристаллы скатки. Если все это дело засуммировать, все равно ты будешь в плюсах. Ну, это так, чисто для тех, кто считает припасы. Потому что я уверен, что такие найдутся в комментариях и будут осуждать и говорить, что это говно комбинация, которая хавает очень и очень много расходки. Ну, ладно, давайте, все, делаем максимум. Уже у нас есть 17 киллов. Неплохо, неплохо. Самое главное, пытаться выжимать максимум, когда у вас есть овердрайв. И за счет этого овердрайва уже стараться сближаться с противником. И там, ну, просто вы, грубо говоря, комбинируете два припаса, нитра и ДДшка. ХП вам хилит. Наносите также пробитие по оппоненту. Ну, и если еще большое количество, например, оппонента в одной кучке, вы еще и шариком просто быстро разбиваете расходку и начинаете уничтожать. Я вообще в таких катках очень часто катаю без ДДшки, а просто на ДД снимаю расходку оппонента. Ну, бывает, конечно, пережимая на ДА, когда, например, нулевой урон по противнику наносится, тогда можно тоже быстро пережать и нанести урон. 21 килл. 21 килл за 4 минуты. Неплохо, неплохо, да. Если, например, сравнивать с той же смокой, то смока бы сейчас бы нанесла бы поменьше киллов, да, но все равно смока очень тоже крутая. И если вы не смотрели видос с ней, то я бы вам тоже посоветовал бы его посмотреть обязательно. Так, ну и давайте наносим урончик еще хороший. От скуки у Типаник, ничего себе. Жесткая скука какая-то. Хороший шарик ему накидываю, но у меня аптечки не было, соответственно, особо смысла никакого прожимать овердрайв не было. Это было рисково, я мог просрать в пустой овер. И, соответственно, ничего бы не выжил с этого момента. Пробуем пушить респ, добавлять урона. Сейчас можно будет уже прожать овердрайв. Главное, чтобы мне не залетели никакие супертычки. Хорошо, улетел в пустую. Пробития иммунитетов нет у противника, поэтому под купола можно снимать всех. Добавляем урон по хорьку. Сразу с разворотчика можно схавать Титанчика и еще по Викингу накидать. Го-го, быстро урон, урон, урон. Хорошо, пойдет. Ну и еще здесь по хоречку накинуть было бы неплохо. Вот еще один хорек. Сюда, 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 сюда. Хорошо, хорошо, хорошо. Ой, с ДДшки я же не добавляю ему урона за счет того, что он мне морозит. Быстро на ДАшечку переключились. Так, и шафта сейчас можно будет тоже сбрить с этой рельсой. Хорошо, хорошо. Добавки. Ай-яй-яй. Ну ладно, успел слить двоих. Хорошо, 31 килл. 31 килл, второе место 16. Неплохо, неплохо, неплохо. Катка у нас идет на досрочку. Посмотрим, кстати, за сколько мы ее закончим. Может быть, мы сейчас еще один боючек скатаем. Если все у нас получится very быстро. Так, и еще накидочка. Вот этот фриз, конечно, очень неприятный. Он очень грязно делает. И не дает мне раскрыть потенциал своего вооружения. В моменте каком-то. Но так вообще... Ну, ноль иммунитетов от Эмми. И Теслочка просто бомбическая. Просто бомбическая. Так, кстати, там противник здоровался со мной. На очередной раз я не написал. Напишу сейчас. Чтобы Пете не говорили, что я и свой игнорщик. Хороший выстрел добавляем. Часто у меня бывает такое, что я выпускаю с ДДшки выстрел. И резко переключаюсь на другой припас. Соответственно, шарик вылетает. Но он не успевает нанести повышенный урон. То есть я сразу пережимаю на другой расходник. И на этом все заканчивается. Нужно тоже стараться не делать таких ошибок. Вот как, например, сейчас я выпустил шар и пережал быстро на нетру. Соответственно, шар нанес урон без ДДшки. Нужно стараться это как-то контролировать. Но пока у меня чересчур сильно это, к сожалению, не получается. Как бы я ни старался. Все равно. Все равно где-то пережимается расходка. Хоть и даже обращаю на это внимание. Но все равно. Также старайтесь всегда как можно больше контролировать харьков. Если у вас есть овердрайв, то с одной тычки вы его уничтожаете. Если у вас нет овера, то две тычки. Если он на ДДшке, например. Как-то так. Рассчитываете урон. Ну, вообще можно. И титанов и викингов тоже контролировать. Без особых проблем. Если вы наносите Эмми выстрелы. То вот так вот просто забирайте. Так, ну у нас быстрая досрочка. За 7 минут 52 килла 9 тысяч кристаллов. За 7 минут 9 тысяч кристаллов. Как вы считаете, мало? Я считаю, очень жестко. Очень жестко. И мы как раз таки сыграем давайте еще одну ТДМ. Я выполню заданку. И, ну это наверное тот режим, которым мы просто можем сделать быструю досрочку. Я не хочу, чтобы у нас видос здесь получался очень и очень долгий. Поэтому попробуем сейчас сделать еще одну быструю досрочечку. Закидывает нас на Дюсик. Дюсик, да и вообще любая большая карта, все равно очень хорошо подходит для этой комбинации. Потому что вы играете либо на Ловкаче, либо на Кризисе. Быстро добираетесь до оппонента. И стараетесь жить как можно дольше на вражеском спауне. Если вы все это выполняете, то в принципе никаких проблем у вас особо нету. Нормально, я сейчас подстроился под противника. Целых 4 танка ехало. Спиной ко мне. Немножко, можно так сказать, в крысу накидал им за шиворот. Так, страйки разобрали. Ну и было бы неплохо сейчас еще по кому-нибудь накинуть. Так, здесь какой-то боец есть. Ой-ой-ой, ладно. Стрелял по одному, попал по другому. За этими, наверное... Ну ладно, окей, можно погнаться. Можно погнаться здесь где-то, да? А, окей. Передо мной оказывается... О, еще один есть. Передо мной. Но этого я уже не солью. 7 киллов. 7 киллов. Посмотрим, кстати, если у нас будет сейчас быстрая тоже досрочка. Посмотрим, сколько на дюсики я смогу здесь заработать. У нас, конечно, команда не такая сильная. И, возможно, будет тяжело. Потому что противник очень плотно пушит на наши спауны. И против, кстати, есть тоже теслочка одна интересная. С пробитием, да? Быстрый шарик с пробитием тоже. Хорошая тесла. Но, если сравнивать, как я уже сказал, Эмми, как по мне, намного-намного сильнее. Хоть и кто-то с этим спорит и говорит, что я не совсем прав. Но, как по мне, если ты сбиваешь оппоненту расходку и уничтожаешь его, да? То есть, ну, ты будешь уничтожать его примерно так же само, как с пробитием. Только, если ты, например, наносишь пробитие по оппоненту, да? То у него в этот тайминг есть возможность еще тебе кинуть урон. Потому что расходка-то у него остается. Соответственно, максимальный урон тебе он еще может нанести. А Эмми, ты просто расходку сбил и все. Все, у него уже нет расходки. Если даже он будет кидать урон, то этот урон будет довольно-таки маленький. Поэтому в этом компоненте, если сравнивать, то я считаю, что тесла с Эмми намного-намного симпатичнее и интереснее. Так, мы проигрываем бой. Мне нужно будет сейчас запотеть. У меня есть два овердрайва. Нужно постараться дать как можно больше киллов. Если сейчас получится это сделать. Но здесь прям надо будет очень много дать. Потому что у меня команда реально слабая. И надеяться на нее. Можно, конечно, и нужно. Нужно думать, что команда поможет. Но все равно я понимаю, что здесь надо будет много давать. Потому что наш резк противник контролирует. Опа. Иммунитет от Эмми подъехал у противника. Не очень хорошо. Не очень хорошо. Но он только один. Поэтому не так плохо. Опа. И шафт мне зарезал. 18 киллов. 18 киллов за 3,5 минуты. Не сказать, что супер много. Но неплохо. Неплохо. И наш респаун. Продолжают контролировать противники. Ну да. Нужно накидывать урон. Быстро всех уничтожать. В минус 3 пока что мы идем. Но по очкам если сравнивать. Ну одного противника только там. Ближе к 200 очки есть. Все остальное. Не так много. Нашел я. Твоего бойца. Опа. Но я смотрю много. У оппонента много. Пробитий. То есть там еще есть. Ну как минимум 2. Да. Давайте мы лучше возьмем иммунитет от пробития. Благо у меня теперь. На паладине все устройства есть. И. Я могу. Быстро. Если что переодеться. И взять то что мне нужно. И то что больше. Будет вносить импакта. Так. Хороший шарик залетел. Если честно. Я думал что я уже не успеваю по нему выдать. Но. Попал. Так. Сейчас было бы неплохо еще вот этого шафта бы. Накидать ему. Это иммунитет тоже от Эмми что ли? Миха. Нет. А почему ему не нанеслось? По идее должен был сплэш залетать. Но не залетел. Так. И мы летим на минус. На минус 6 килов. Не сказать что большой отрыв. И что. У нас например нет шансов на камбэк. Шанс на камбэк есть всегда. Главное просто верить в него. Так. И накидываем. 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 Плотно. И тут 2 Эмми. Да. 2 Эмми. Или одно. Одно Эмми. Одно было еще. Но оно сменилось на пробитие. Хорошо. Хорошо. 75% овердрайва у меня есть. Нужно стараться сейчас овердрайв поражать как можно ближе к вражескому спауну. Ой-ой-ой. Как много мин. А кто эти мины ставит? Вот этот наверное да? Молодой человек. Надо его слить. Хорошо. Супер. 26 килов за 6 минут боя. Ну в принципе да. Где только вот 30-ки и должно быть. За 7 минутку. Если 30 на такой большой карте вы набиваете. То я считаю что это хороший результат. На маленькой карте там ну 40 вид может. Какой-то залетает. Может даже иногда и больше чем 40. Так. Сейчас нужно вот этих вот молодых унести. Иногда у меня бывает шарик не срабатывает. То есть я как бы нажал один клик. Чтобы шарик полетел. Но игра то ли не засчитывает. Ой-ой-ой. Вот здесь кстати. Прожать овердрайв очень неплохо. Очень неплохо было. Но надо было выжить. Аптечки не было. Там вот можно было очень большое количество противников унести. При том что там те противники которые пушат нас спау. И наносят большое количество дэмэджа. Но мы вроде как выровнялись. Уже 84-84. Падает левая оверка. Мне было бы неплохо ее бы сейчас забрать. Не понял я одного. Почему я не сбил расходку этому молодому. Ох. Титанчик. Ну титанчик конечно сейчас. Очень неплохо сыграл. А расходку я почему ему не сбил я до сих пор не понял. Вроде как. Расходка у него должна была уезжать. Все решится в конце этой катки. Пока что мы очень близко идем. Но один овердрайв грамотный. Может все поменять в лучшую сторону для нас. Один грамотный овердрайв. Тесла кстати в моменте это меня переигрывает. 24 килла у нее. У меня 32. Но 32 я нафармил на других оппонентах. Соответственно. Если так чисто дуэль смотреть с ним. То в дуэли я ее проигрываю практически всегда. Так. У меня он еще в спину накидывает. У меня едет за мной что ли? Нет. Он не должен по идее ехать. Чем он это делать? Так. У меня было неплохо уйти. Но уйти я не смог. 34 килла. За 8 минут. Будет сейчас овердрайв. Нужно попытаться зацепиться на вражеском спауне. Если это получится сделать. Покидать там урона. То это будет супер. Сейчас я конечно рисковал. А. Это страйкер. Когда ничего рискового нет. Думал что это просто шафт сводится. Так. Вот сейчас мы пробуем. Пробуем зацепиться на респе. Шафт не успевает ничего сделать. Титанчик ничего не прожимает. Мины были у титана. Хорошо. ДА-шку я не поймал. Миночки. Миночки надеюсь что не кританут. Хорошо. Сливаем. Блин. Испадает у меня. Овер. Титан купол не прожимает. Хорошо. Пилы пошли. Но их все равно мало. Они то пошли. Но их мало. Блин. Наши тиммейты. Минус падают. Надо чтобы они не делитились. Когда они минус падают. Здесь они еще и будут делититься. Так. Расходочку не сбил. Единственная проблема. К слову. Забыл сказать. Это то что очень часто шарик летит сквозь противника. То есть происходит какая-то ошибка. И шарик не регается. Если. Если это происходит за бой 2-3 раза. То считайте что вам повезло. Считайте что вы везунчик. А так бывает очень часто. Они не регаются. Может быть такое что у вас. Ну где-то немножко подгорит. Даже да. Из-за того что такая ситуация происходит. Но это так. 44 килла. 5 киллов отрыва у противника. Тяжело. 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 При том что 12 киллов осталось всего оппоненту. Можно еще выиграть. Но нужно сейчас хороший тайминг поймать. Попытаться уничтожить как можно больше противника. Есть вот здесь кто-то. Хорошо. Его мы сливаем. Диктатор раздает овердрайв. У меня еще и сбил. Слетает расходка от кого-то. Не знаю кто мне ее сбил. А. Тесла переоделась. Блин. Он там кстати гений. Заметил что я поменял устройство. И тоже поменял. Красавчик. 7 киллов. Нам до них. Но им 4 до конца. 4 до конца. И. Похоже на то что мы. К сожалению. Не выиграем. Да. Поражение. Но при этом. 6600. Противник получает сколько? 6400. То есть. Я даже со слитым боем. Получил больше кристаллов. Чем та команда. И то первое место. Которое было. За победившую сторону. Как-то так. Как-то так. Как-то так. Поэтому я считаю. Что это наверное сейчас. Одно из самых лучших. Интересных. И. Жестких. Жестких. Реально жестких. Вооружений. На этом вооружении. Я набил. Довольно большое количество очков. Для супермиссий. Во всех режимах. И самое главное. Да. То что оно работает везде. Оно работает везде. Поддерживайте ребят. Видос лайком. Подписывайтесь. Обязательно на канал. Если вы еще не подписаны. Пишите. Что вы думаете. По поводу этой комбинации. Если она у вас есть. И вы играли. Либо вы играли против. Интересно. Что вы скажете. Да. Ну и в этом видеоролике у нас стартует новый розыгрыш на миллион кристаллов и на 30 тысяч танкойнов. Для всех тех ребят, которые имеют тег и вкладывают какую-то копеечку в игру. Да. Имеют тег мой личный. Здесь вот тег создателя контента. Тимпе. Текущий тег. Вы его можете всегда поставить. Здесь вы его можете найти. И если вы ставите тег. Сначала ставите тег. Потом оформляете какую-то покупочку в магазине. Отправляетесь сразу в комментарии. Заполняете формочку. Которая указана. Да. То есть оформляете как бы свою покупку. И соответственно участвуете в розыгрыше. Итоги у нас будут 25 января уже нового года. И у всех есть отличная возможность заформить кристаллы. Заформить танкойны. И можно так сказать кэшбэкнуться. У меня друзья на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok